Всем привет. Сегодня у нас 25 января, суббота. Это значит, что мы идем гулять и следовать из Токио. Сейчас первая установка будет Акихабара. Это будет наш второй заход. Это место. Это рай для Аза. Да, это рай для меня. Я хочу купить что-нибудь для своей игровой консоли. Ну или еще какую-нибудь хрень. Потом мы пойдем в парк, ну или еще куда-нибудь, в рандомное место. Будем исследовать все. Все очень интересно, все очень занимательно, восхитительно. Вот так посмотрите. Эти чистые улицы. Листочки. И все, максимум. Погода у нас область на сегодня. 9 градусов. И это напоминаю январь. Что для нас не так уж и холодно. Людей, родившихся в условиях минус 15, минус 20. Ну в этом году в России тоже не так холодно говорят. Все время дождь. Сейчас мы находимся рядом с храмом синтаизма, который называется Акаги. Пройдем внутрь, посмотрим, что там есть. Первый раз здесь находимся. Ничего не монтируем, ничего не режиссируем, поэтому давайте вместе. Пойдем. Видишь, что стоят? Нет. Кстати, вот эта штука тоже прикольная. Тут можно помыться руки и попить водички. Ух ты. Я хочу попить водички. Ну это как она делает. А ты плату сильнее? Камеру не можешь. Вот тут, да. Я набираю водички. Сначала руку моешь. Нет, уж не так. Берешь. Да, я тебе покажу. Так? Да. В другую. Вот. Оттуда набираешь воду и пьешь. Да хватит уже. Ну, можешь просто отсюда, мне кажется. Нет, это как-то... Пиладичку из храма. Из храма? Пошли. Переверни. Пошли. Переверни. Так. Что дальше? Опять очередь в храм. Серьезно? Да. Нет, мне кажется, они там... О, хотя да, как всегда. Как интересно, храм посреди многоэтажек, бетонных зданий. Ну, что в принципе не удивительно, во Вьетнаме было то же самое. Тут ты еще посвободнее находится. Еще кафе здесь есть? Вот. Прихрамовое кафе. Какое такое? А тут стоят в очереди, чтобы просто помолиться. Видишь, они в минуту не ходят. И тут еще... Написано все на Канджа, но ничего не понятно. А что, давай посмотрим. Пожелание. Но, опять-таки, ничего не понятно. 5 forever. Все. Какая-то получается делается за беремку. Лишь там типа колокольчиками. Хлопают ладоши. Молится или загадывает дело, а не как ты думаешь. И то, и другое. Ой, смотрите, какая красивая девушка. Кимано. Смотрите на ее обувь, все мне интересно. Шребки. Да. Кудлуком с платформой. Это чисто такой японский стиль. Мы сейчас будем покупать билеты и снимем весь процесс, чтобы поняли, как это делается в Токио. Подходим к любому автомату, они, конечно, немножко отличаются, но выбираем English, естественно, да, потому что я не понимаю японского. Выбираем, конечно же, Root Search, да, то есть мы едем сейчас на Кихобару. И сейчас мы выбираем здесь Акихобару, да? Акихобару, вот я выбираю Акихобару. Один билет, потому что у меня есть карта. Делаем поиск. Он нам показывает, что вот здесь, значит, такой, такой, такой. И в один конец, потому что неизвестно, что мы вернемся, а тут или нет. Да, выбираем, да? Теперь самое интересное. Надо заплатить 140 йен. Я достаю монету, которая номиналом 500 кукет. 500 йен. Кладу ее вот сюда. И он уже считает. Он считает сам по себе. Выдает билет. Вот такой билет. И выдает сдачу. Ровно за копейки. И самое главное, что если вы используете этот билет, его обязательно надо забрать до конца поездки, иначе вы заплатите штраф. Вот такие вот правила. Чтобы зайцев не было. Знаете, честно говоря, я немножко разочарован. Мы сейчас были опять на Акихабаре в поисках, так скажем, бронестекла для наших телефонов. У меня Samsung A50. Вот и Duzel Honor 10. Одна из популярных моделей. До сих пор считается. Но там нет ничего, кроме аксессуаров для айфонов. Начиная с шестых, седьмых, восьмых, там, десятый, одиннадцатый. И Samsung, самое интересное. Samsung A20. Это просто... Я даже не знаю, как ее назвать. Ужасная такая бюджетная модель. И Samsung S9, S10, Note 9, Note 10. И все. И больше там ничего нет. Не знаю, я разочаровываю. Столько торговых центров, столько людей. Они продают только ограниченные, скажем, модели и аксессуары к ним. Не важно. Сейчас мы нашли какой-то парк с садами, с озерами. Сюда пойдем с ними, покажем вам высоту. Хотели пойти в парк императорского дворца. Он огромный просто. Как Централ парк, наверное, для Нью-Йорка. Но, к сожалению, он имеет часы работы. Поэтому пойдем туда в следующий раз. Случайным образом мы наткнулись на вот такую вот красивую, получается, улицу. Она находится рядом со стадионом Tokyo Dome. Где проходят очень крупные концерты. Известных мировых звезд и так далее. И рядом с ней находится парк аттракционов. Где, возможно, мы сейчас покатаемся. Единственный более-менее нормальный аттракцион. Это вот перед вами сейчас находятся эти, типа, американские горки. Я бы хотел, конечно, прокатиться на них, но билет стоит 4200 йен на одного человека. И это, мне кажется, как-то слишком чересчур для одной горки. Точнее, как, это 4200 за целый день катания на всех аттракционах. Но все остальные аттракционы, они детские. То есть, тут колесо обозрения есть. Это большой аттракцион, типа, американский горок. И все остальное какая-то длинная. Детская фигня. Вот. Поэтому мы лучше в другой раз придем. Но не сюда, а в Диснейленд. В общем, входим мы в парк. И что нас встречает? Бейсбольное поле. Бейсбольное, ребят. Это возьми. Бейсбол, ребят. Бейсбол. Вы представляете? Почему мы не в парке самым? Черт возьми. Я не знаю, а гораздо везде. Черт возьми. Познимай съемку. Все-таки там дети играют. Ребят, как в Америке, слушайте себя. Бейсбол. Ребят, у них какая-то есть своя юношеская лига по бейсболу. Замечательно просто. Там вот родители сидят. Чуть, видимо, пронесли. Болеют. Прямо как реально, как в США. Обратите внимание на вот эту желтую линию на асфальте. Это сделано для слюбых. Чтобы они видели и чувствовали, куда идет дорога. И на поворотах она, естественно, поворачивает. На перекрестках она тоже разделяется. На поворотах там точки. Да. Забота о людях на высшем уровне. Это здорово. Ну, а тут дождь. Ну, а тут дождь. Субтитры создавал DimaTorzok.